МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Победили. Ангарский городской суд удовлетворил иск жителей 29-го микрорайона об отмене межживания участка перед домом номер 26. Напомним, компания «Стройкомплекс» решила возвести здесь очередную многоэтажку. Жильцы выиграли все суды, но чиновники и подрядчики никак не могли успокоиться. Это видео сняли жители дома. Не дожидаясь очередного заседания суда, некие граждане пригнали на огороженный участок технику и разровняли часть территории. В том числе уничтожили маленькие деревья, которые люди высадили два года назад. По этому факту они вновь готовы обращаться в суд. Что же касается иска, который подавали жильцы по факту незаконного с их точки зрения межевания земли перед домом, то здесь они были услышаны. Прокурор полностью поддержал все наши доводы в полном объеме и подтвердила, что данный участок был сформирован и он является собственностью жильцов наших домов. Надежда рассказывает и о дальнейших планах на эту территорию. Самая главная наша цель все-таки оформить этот участок в нашу долевую собственность, чтобы уже никто не мог на нее претендовать и предпринимать какие-то попытки межевания этого участка. Это наш основной иск, который нам все еще не удалось подать в суд. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Продолжается расследование по делу в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Константина Бондарчука. Напомним, он был арестован 28 октября. Ранее сообщалось, что в отношении троих работников администрации заведены материалы по факту крупного мошенничества, совершенного группой лиц. Правоохранители провели выемку документов. Вот что об этой ситуации думает депутат законодательного собрания Сергей Бринюк. Год назад в Ангарске, ну с небольшим, состоялись выборы. И в том числе выбирали мэра. Я вот с точки зрения участия в политической жизни был участником тех событий, участвовал во встречах. И мне сегодня вспоминается, что на встречах приходилось, обращаясь к ангарчанам, говорить, нам нужно выбрать мэра не на полгода, не на год, а на пять лет. И я тогда имел совершенно определенные мысли в голове по этому поводу. Почему я так говорил? Да потому что не все в порядке в Ангарске. И у нас то один скандал, то другой скандал, то третий скандал. От правных точек можно найти очень много. Можно оттолкнуться от ангарского трамвая, можно от сосен в 29 микрорайоне. Можно от многого-многого-многого. К сожалению, у нас, когда выпадает из поля зрения общественности вот такие вот факты, то тогда есть возможность о них забыть, есть возможность сказать, что ничего не подтвердилось. А на самом деле, вообще-то, вот я вам скажу, есть такие моменты, которые обозначаются словосочетаниями. Репутация, презумпция невиновности. И они иногда входят в противоречие, что репутация, а это очень точная, это очень объективная характеристика человека, это общество репутацию о нем составило. Так вот, репутация говорит о том, что на ком-то негде метки ставить, а презумпция невиновности говорит, руки прочь, и даже говорить об этом нельзя. Так вот, то, что сейчас ведутся следственные действия, хотелось бы, чтобы, если кого-то нужно лишить презумпции невиновности, не искусственно, не силовым каким-то методом, а объективным расследованием, чтобы это состоялось. Подозреваемого в поджоге дачного дома задержали ангарские правоохранители. Сообщение о возгорании поступило ночью 5 ноября. Пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, однако здание в очаге было уничтожено полностью. Предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин рассказал, поджег дачу своей бывшей жены после ссоры с экс-супругой. Возбуждено уголовное дело. За что вы были доставлены в отдел полиции? За совершенное мое преступление в виде поджога дачи моей бывшей жены. А что вас побудило это сделать? Обида. То есть у вас был конфликт с вашей бывшей женой, да? Верно. А каким способом вы подожгли? Бензином из канистры облил поджог. А что облили? Дачный домик. Все больше стали напоминать ОРВИ и грипп – симптомы коронавируса. У большинства пациентов появляется насморк и боль в горле. Как заявили эксперты, потери обоняния и вкуса отошли на второй план. В Роспотребнадзоре отметили, в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. По словам медиков, вирус может размножаться там даже после выздоровления. А у части пациентов его обнаруживали в кишечнике даже спустя несколько месяцев. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точка тормозных дисков и шиномонтаж. Замена всех спецжидкостей, а также жестяны и лакокрасочной работы. Станция техобслуживания ДОК-АВТО. Лечим все с гарантией. 254-й квартал 1-1. 6 по 10 октября в кинотеатре «Родина». Большая распродажа шуб. Город Пятигорск. Норка, мутон, дубленки. Меняем старую шубу на новую. Пенсионерам скидки. 28 лет на страже закона. В Ангарске отметили день рождения ОМОНа. Именно 8 ноября 1993 года был подписан приказ о создании отряда милиции особого назначения. За это время были три десятка командиров в горячей точке. Многие награждены правительственными орденами и медалями. Первым командиром отряда стал Сергей Грязнов. В разные годы подразделением руководили Игорь Парфененко, Руслан Просекин, Вячеслав Кузьмин. Сейчас им командует Юрий Кузьмин. Боевой путь начался в январе 1995-го. В командировках на Северном Кавказе погибли четыре наших земляка. А потому в день рождения ангарского ОМОНа бойцы отправляются почтить их память. История и традиция отряда крепко связывают повседневную службу с прошлым. Сегодня отряд именно отмечает свой 28-й день рождения. Поэтому традиционно также у нас в строю и молодые присутствуют. И традиционно мы выезжаем к месту погребения наших боевых товарищей. Что, безусловно, является очень крепкой созданной с начала отряда традиции. Мы ее чтим постоянно. Из участников событий тех дней сегодня в строю осталось немного. Кто-то ушел из жизни, кто-то на пенсии, кто-то несет службу в родственных структурах. Но все, у кого есть возможность, обязательно идут в этот день на базу отряда и на кладбище. Вспомнить погибших коллег, увидеться друг с другом. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Одержали трудную победу. Ермак в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги на своем ряду одолел Воронежский Буран, уступая в начале встречи 0-1. Как это было, далее. После проигрыша Ростова с сухим счетом 0-3 Ангарчана вновь надо было реабилитироваться перед болельщиками. А потому оранжевые сразу динулись в бой. Впрочем, гости тоже спуску не давали. Именно они и забили первыми. Это случилось на восьмой минуте. Юрий Сергеенко удачно бросил с дальней дистанции. Впрочем, сразу после экватора периода уже быстрая атака Ермака завершилась точным броском Захара Чернова. Был еще аналогичный откидило Сергеева, но там все на себя приняла левая стойка. Играли команды чисто, но все же иногда нервы сдавали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во второй-третьей матча хозяева начали играть активно и в принципе в основном контролировали шайбу. Но вот только на результат это никак не влияло. Как считают эксперты, в этом большая заслуга киперов команды. Глеба Носова и Кирилла Губанова. Ангарчанин после пропущенной шайбы тащил все. Так встреча и докатилась до сирены. В овертайме и оранжевые, и воронежцы стерегли друг друга. И дополнительное время ничем не закончилось. И даже когда начались булиты, игроки надолго растянули выявление победителя. Лишь 23-й бросок, который сделал Матвей Носов, принес Ермаку победу. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете посмотреть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова